Видимо, не глупый человек, но вы подверглись пропагандистской кампании. Это одна из остановок Демократической партии, что настоящим борцом с Путиным является Байден. Очень похожая ситуация была в Украине. Когда Порошенко доказывал всем украинцам и всему остальному миру, что либо его надо избрать, либо любой другой кандидат – это выборы Путина. Это ложь. Это была подлая ложь. Тем более, что он взаимодействовал при этом с Путиным. И кремлевские тролли очень активно работали с парохоботами на продвижение Порошенко. Путину нужен был Порошенко. Но вот тоже самое, та же ошибка. Понимаете, вам вдули в уши история о том, что Байден будет бороться с Путиным, что Обама был единственным, кто противостоял Путину, что Трамп на крючке у Путина. Понимаете, самое главное событие, которое, в общем, очень сильно изменило мир. Это захват Крыма, нападение на Украину. Это произошло при Обаме. Это произошло в момент, когда Медведев, наклонившись и не зная, что микрофон включен, сказал Обаме, что ты же обещал Владимиру помочь насчет санкций. Ну, это не говорилось, но имелось в виду. И Обама встал на четверенчики так вот это и сказал, да-да-да, конечно, Вот сейчас меня изберут, и захват Крыма в 14-м, ну, это там до Крыма было, конечно, с Медведевым. Захват Крыма произошел при Обаме при полной поддержке администрации Соединенных Штатов. Я книгу про это написал. Как один из представителей, там, замгенерального директора в НАТО блокировал всю возможную активность НАТО в этом направлении, и все спецслужбы говорили, что нет, никакого захвата Крыма не предполагается. Я это все видел, слышал, взаимодействовал, кричал тогда, что идет захват Крыма, что вы делаете? В 2008 году им удалось остановить Путина недалеко от Тбилиси, в 50 километрах. И в этот раз можно было остановить Путина. Они захотели, не захотели, потому что взаимодействовали с ним, были у него на крючке по разным причинам. И хотелось в обмен на хорошее поведение Путина, хотелось его поощрить, разрешить ему поесть свежего мяса украинского. И отдали Крым. И в других случаях, в случае с Дебальцева, в случае поставки, господи, оружия, поставки оружия, только обеденные пакеты разрешила маму поставлять. А при Трампе началась поставка настоящего оружия, этих джавелинов. Так что, вселенная номер пять. Вы пользуетесь не точной информацией, а вернее сказать, фейковой информацией. А еще точнее сказать, ложными пропагандистскими установками. Это не информация. Не верьте. Продолжение следует...